готова выйти еще замуж я готова да он меня заблокировал в instagram stories созависимым быть нельзя наверное для чего-то я вернулась в эту жизнь да как она может на государственные деньги до 10 миллионов можно заработать да там и она гуляться уже давно мне это давно не нужно я вам принесла как говорится мы не можем у тебя уже привезли подарок с лос-анджелеса какие-то слабость да и сужен годами долой поэтому обязательно вы месяц как вернулись да да только месяц проходите спасибо большое вот и имзуса живем мы прошлом году гульмира дайрабаева приглашала меня на новоселье я не смогла попасть и вот как так сказать пришла уже сразу убрать интервью да да очень рада очень рада видеть ох какая у вас большая квартира стрематься в казахстан или америка 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 где ваш патриотизм умерочка вы же такая патриотка вы же такая патриотка я патриотка но они видите сейчас дженерейшна они больше true они говорят как в реале они ощущают поэтому я не могу им искусственно говорить вот скажи так говорите сейчас динара придет говорите что мы за казахстан это и мы так не можем потому что у меня больше доверительные отношения и у них свое мировоззрение потому что это будущие мужчины почему они говорят америка наверное олен сам объяснит да но там намного чище но есть конечно люди плохие но есть еще много хороших ну вот плюсы америки в чем там много добрых людей а казахстане мало ну тоже много и там еще потище наверно и плюс наверно он еще же по законодательству особо не знает люди законопослушные вот наверное он больше это хотел сказать что если мы едем куда-то в пробке вы представляете в лос-анджелесе мы жили два года в одном лос-анджелесе 18 миллионов жителей это весь наш казахстан в одном городе это представляете какой трафик каждый день но никогда никто не сигналит все друг друга пропускает все зала залились и говорят мало светофоров да у них в основном хайвэй это а вы это большие трассы где можно все друг друга просто за качество 100 120 и не меньше права там 60 70 ездить потому что все это быстро едут и ты должен успевать этим же темпом а если ты даже заблудился не туда повернул там gps не так показала или ты там первый раз за рулем полиция тебя догоняет но никогда не штрафует никогда ну не пугая тебя наоборот придерживая поддержит и заблудились давайте я вас сопровожу помогу вот за мостом вот так вот это наша мечта конечно помешка пока на свою комнату да пойдем сколько здесь квадратов здесь где-то 112 квадратов не так много в принципе да ну пока пойдет но у меня такая спальня скромно но очень даже уютненько казахского стиле до казахском стиле вы живете здесь двумя сыновьями двумя сыновьями у здесь я сама у артура своя квартира который я свое время ему приобрела перед америкой да вот этот вот мой уголок наверно нару вы знаете то вот девочка которая плохо слышит я ее 2006 году еще первый раз нашла она вообще только начинала ее две работы я специально армдап купила вот говорят же чтобы у нее пошло вот продажи и после этого не были она выставлялась в италии везде везде вот недавно поддерживаете да наш да и она уже подарила эту работу а вторую работа я купила вы можете его на кухне увидеть это мои родители они всегда родители где живут здесь в алматы живут недалеко от меня но я они всегда смотрят на меня не всегда со мной я их очень люблю особенно я всегда ну как бы могу баловаться с папой дамы ниркелин папа да ну не знаю доча нет я третья дочка 3 . а в семье сколько 4 девочки или девочек мальчиков нет так интересно у вас 7 4 девочки а у вас трое пацану да это такое вот я вообще изучал этот вопрос сама для себя теперь у моих мальчиков пойдут девочки такое чередование чередование потому что у моих получается прадедов там были тоже девочки мальчиков не было понимаете потом пошли девочки родологию изучая я изучила научное обозначение вообще как это определяется и я поняла что например у артура в будущем семья будет я так думаю что две девочки точнее один мальчик пример что за сердечко вот это сердечко подарено мне помылой она стала моей крестной мамой там я пока там училась нашла 24 казахов детей сирот которые были усыновлены и удочерены 20 лет назад за этот период их никто не искал никто их судьбой не интересовался и это было наверно жили в калифорнии даже не жили рядом да все равно где-то ехать где-то полтора часа где-то два часа я за свой счет все это дело потому что мне у меня какую-то миссию почувствовала раз я там нахожусь мне надо искать этих детей показать что я представляю землю да у меня все что было дома я помню и камзолы и свои куртки лейблом казахстана гербом когда у меня все уже курт шоколад все закончилось я уже начала печь баурсаки просто баурсаки ехала к ним с баурсаками потом я объединила всех усыновленных детей у меня дома пригласил они все хорошо у них все хорошо я когда уезжала вот помыла моя adopted мама да они вот специально вот этот камень она говорит во первых этот цвет зеленый да этот цвет жизни мы тебя год очень любим это нашим сердце и ее последние слова были то гульмира у тебя есть еще один дом в америке ты когда будешь приезжать калифорнию у тебя есть дом у тебя есть своя кровать ты мы тебе не разрешаем жить снимать отель и наверное это вот это было награждение вознаграждение казахстанские дети сироты которые были усыновлены американцами у них все хорошо у них по крайней мере которые живут калифорнии вот 24 которых я нашла не все хорошо единственно один мальчик которого я нашла я его искала почти три с половиной месяца не могла найти потому что его трижды от него отказывались первое это родители в четыре года казахские родители потом когда он приехал через две недели отказались 1 американская семья потому что он был не усидчиван гиперактивный мальчик потом через еще две недели отказывать 2 американская семья и потом третья американская семья наполовину японец отец усыновляет и он сейчас является 11-кратным чемпионом который выступает за америку волейболь волейбольной команде он представляет американский штат его зовут дэниар дэниар у меня же мурашки на вот писали ты наш парень к неусидчивый да он был неусидчивых детстве от него отказывались американской семьи ну думали он слишком гиперактивно наверное сейчас он чемпион 11-кратный чемпион по волейболу тишу турмай тишу турмай таптом но об этом казахстан не знает почему вот когда я его нашла я подарила ему спортивная у меня была куртка где был герб казахстана я ему подарил он как ребенок кстати кто они видели ищут вообще казахстан они им интересная когда спросила ты приедешь казахстан вот что у тебя в будущем когда я приеду а для чего ты приедешь он год просто посмотреть на моих родителей биологических почему я такой высокий он очень высокий у него почти два метра рост у него 11 номер волейбольной американской команде и он самый лучший он нападающий вот без него нету побед и это наш казах парень которого усыновил вот этот третья семья японец который вложил всю любовь и он говорит а я у него спрашиваю а вы обнимете если вы найдете я помогу вам найти ваших биологических родителей обнимите он говорит нет я просто хочу знать на кого я больше похожа на папу розыта ну он говорит ягод предполагаю что рост наверно от папы а вот мое внутреннее содержание от мамы вот я для этого наверно больше все узнаете а до своей корни донесите да вот от чего я тарадом до чего я корни взял действительно а потом второе он сказал вторая мечта моя говорит рядом с детдомом он всегда видел поезд и он год я всегда хотел вот внутрь попасть но этого не случилось меня как-то забирали в америку и год вторая мечта вот в этот поиск сесть и проехаться вот принять пока простая мечта я у него спрашиваю а почему вы попали в детдом он как я не помню я просто проснулся и был я был детдом так у вас есть картин да можно смотреть а кто вам подарил ну не скажу здесь так сказать становится интереснее кто подарил подарили в 2012 году разлет лав обычно дарит со смыслом со смыслом мне когда дарили дали знаки сказали я тебе дарю со смыслом но вот я со смысл со смыслами ношу но ваше сердце сейчас свободно до свободно но вы готова выйти еще раз замуж я готова да а сыновья сыновья разрешают разрешают у нас был момент когда не разрешал например артур нет я как бы не торопилась с этим потому что я 20 лет была в браке я знаю что это такое просто я дала своим сыновьям больше повзрослеть понять вообще окружение и когда они понимают что они тоже в будущем создадут свою семью будут жить в счастливой своей семье естественно я не должна быть одна гульмира то что у вас сандах сандах здесь вы собираете преданное то вы можете даже открыть она там столько подарков я готовлю друг к думаю артур захочет жениться у меня все готово потому что у меня все-таки трое сыновей и я как мама очень переживаю чтобы все было по обычаям по традиции еще оказывается важно до собирается не вот так вот в один день да да а вот именно за они заранее особенно для девочек потому что ты в это в какую-то вещь вкладываешь свою энергию да да им даже моя мама но получается артура бабушка с дедушкой тоже у них там целый сандах тоже готов у них коржин готов ну в общем мы все готовы все готово да у артура все готово это первый внук старший первый внук у нас а ура моих родителей восемь внуков из них вот из мальчиков артур 1 поэтому это все-таки такой ответственный шаг я предлагаю прямо сейчас позвонить картуру и пусть он придет к маме в гости давайте надо мне сотовый взять да сейчас я позвоню балан как дела ты как по делам дома не мешаю о супер у меня как раз все готово может зайдешь покушаем ты подогрел а у нас вкусности всякие салаты там кельси с джаном да конечно джаном да дома дома ждем тебя у вас очень близкие отношения да с артура очень близкие как вам удалось это прямо у вас дружеские какие-то взаимоотношения да я он вас так балуют как женщины я помню этот ремонт давайте вспомним это было когда он сделал ремонт это был такой сюрприз он меня заблокировал в instagram stories я не знала что он делает ремонт потому что я была занята библиотекой учебой всеми делами я как-то не видела какой-то момент и мне кто-то присылает ваш там сын все вынес там у него там все разрушено я думаю наверно фейковая какая-то там в дайре кто-то мне присылает а я что-то там не вникла потом когда мы прилетели у меня он не год мало постой год в подъезде я говорю ладно но думка то там ягод это приберусь кое-что это к ладно и в это время он оказывается включает и делает такой сюрприз это был реально сюрприз я не ожидала я воспитать такого сына вот такие взаимоотношения я не знаю но я просто сильно люблю и об этом я не говорю мы просто разговариваем на разные темы и возможно когда вы разговариваете с сыном на разные темы вы с какой позиции с ним разговаривали я говорю мамой нет как со взрослым мужчиной он уже с 13 14 лет я ему давала возможность выбора принять решение это было у меня осознанно потому что я же все-таки воспитываю мужчин в семье у меня их трое поэтому это очень важно чтобы мальчики не были как просто такие вот слабые да они должны быть как настоящий мужчин для меня например идеал это мой папа и он на нас никогда не поднимал ни голоса не тона он всегда с улыбкой с такой заботой добротой и вот это наверное я передала своим детям я взамен ничего не требовала но вот такими вот действиями артур старался показать как он хочет показать и вернуть тот фидбэк который он получил через ту любовь которую я смогла передать у меня на все наговориться не можете с сыном да да мы иногда приходит он поздно и мы там до трех часов ночи потому как мама уже три часа ночи грамм все пошли спать короче наговориться не можем у нас да у нас такие очень доверительные отношения артура 25 исполнилось вот в августе готовы женить его готова 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 и я переболел я недавно переболел а я-то вакцинирована в америке вас файзер да да алена арсен у нас еще не дошлось у нас еще столько беременность и дети может быть вы можете спутник получить посмотрим посмотрим я вижу здесь уже какая-то некая пропаганда идет да а когда звонили вы записывали на камеру там мама приготовила вам вкусный ужин да я только сел кушать только заказал еще а зачем заказывать когда мама в соседнем доме живет артур скучали по маме ну честно конечно но отношения сына с мамой это особенно отношение также как у дочки с папой это я знаю по отношению своей мамы с ее папой моим дедушкой и по нашим с ней отношениям да и в принципе как бы с опытом со временем узнаешь много историй понимаешь это конечно скучал а когда мама уехала вам было 21 год 21 исполнялась и вы были готовы к тому что вот мама на четыре года с вашими младшими братьями уезжает в америку да и вот вы совсем один остались в плане себя вообще не переживал и мама тоже не переживала я с детства ответственная ну то есть в плане воспитания никаких вопросов нет я у меня был мама обеспечивала меня личным водителем там начиная с 4 5 класса до 9 у меня был лично водителем тренировки плавание тайский бокс английский математика загружен еще еще какие-то курсы но стоит все вот эти моменты каждодневно я один потом урок школа уроки один вечером только мы разговаривали если мама не была на работе то есть я привык сам к себе условно и я за себя не беспокоился конечно я я не понимал тот факт то что одно дело когда ты уезжаешь там допустим я тогда будучи студентом был многие друзья уезжали сами учиться и такие кайф все дела потому что ты уезжаешь и ты не беспокоишься за то что родители здесь просто не своей привычной среде я тогда только понял что это намного труднее когда от тебя уезжают то есть частичка тебя чуть-чуть ушла и ты беспокоишься что как с ними где они там живу что происходит и от этого мне было грустно как минимум тогда мы новый год справляли дома гости все дела и вот они уехали в сентябре и буквально в декабре 12 часов нету никого дома и вот тогда я понял вот наверное осознал что это такое ровно в тот момент естественно сразу поехал козей красоташкой чтобы не быть одному потом поехал к друзьям то есть они не одинокий человек четыре года вы встречали новый год один нет потом мы поменяли правило он стал приезжать в америку до после этого года я планировал приехать у меня не получилось по работе по загруженности я думаю что справлюсь и как делает декабрь это рекламный месяц ничего не закончилось я не смог приехать и на следующий год я уже купил очень заранее билета чтобы подвязывать работу к билету а не наоборот и все следующие года я уже был в америке мы встречали в нью-йорке один чикаго один был и все супер но зато за четыре года артура с короллы тоже сделал такой апгрейд мне сейчас мама сказала что стипендия была сколько 1859 тысяча лицова на меня потому что жилье сколько стоит две триста две тысячи три часа одна комната 9 долларов это стипендия стипендия туда входит все вот это и тамак и еда и транспорт и люди думают что на балыша кто уезжает они им такие деньги платят нет я из кармана своего платила и за аренду и за транспорт и за еду я работала сейчас не знаю можно наверно я работала во французской американской компании это шоу-рум потому что мне нужно было зарабатывать что уходило круто на самом деле это что я была рекламный менеджер который соединяет продукцию и проверяет если она в наличии на складе это такая адская работа когда нету лифта и ты смотришь на компьютере и там часовая плата ты не имеешь права отключаться от своей работы присесть просто попить воды это число время все равно как как робот как машина вечера не работали я с утра до вечера работала неде ровно неделю меня хватило на неделю потому что я на второй день не могла ходить но так как я обещала им что я им поработаю я знаю французский они очень хотели чтобы я у них работала просто я не смогла потому что мне нужно было с подвал подвал спускаться на второй этаж коробки самой выдвигает поднимать это такая тяжелая работа смотреть сколько в наличии есть этого заработали за неделю тысячи пятьсот долларов я заработала за решили не заниматься я просто поберегла свое здоровье потому что я посмотрел на свои двух сыночек 2 2 мальчиков они я не успевал им готовить сама не могла кушать я не успевала свои домашние работы делать не ходила библиотеку я подумала что и я сейчас угроблю свое здоровье раз я у меня уменьшится посещаем селе там успеваемость в школе в институте и я подумала что лучше мне сейчас отказаться от этого и лучше сконцентрироваться на здоровье и на своем здоровье детей да и вторая работа это было уже на новый год меня пригласили там есть армянская диаспора не справляли день а новый год кризис глинда и даже не артур отвозил один раз очень богатые вот эти особняки я проводила там корпоратив новогодний корпоратив два раза и один раз я была как ведущая да как ведущая но они платили мало потому что они меня не знают но то что я знаю говорю по-английски и говорю по-русски это их устраивало приходилось подрабатывать зарабатывать для того чтобы можно я подрабатывал я не стесняюсь этого вообще сейчас говорят потому что в этом нет ничего стеснительного это любая работа почетно это что я честно это зарабатывала единственное я не хотела чтобы есть некоторые люди которые на этом хайп ловят да могут снять это на видео поставить youtube или в instagram сказать вот она там там к кассе зарабатывает или там машин магазине там ральсе продается как кассир там продают а могут это по-другому преподнести но я считаю что это нормально у нас все ребята которые имеют по четверо по 5 по шестеро детей они все работали на мувинге мувинг это у нас грузчики это переезды в л.а. и в калифорнии это переезд переезд в калифорнии он развит каждый раз приезжают туристы все переезжают из одного дома в другой дом это перевозка вещей а допустим брать опыт когда мы были в чикаго там занимаются наши казахи и карагазы именно да если говорить по нашему языку дальнобойщики логисты трак занимаются траки траками я всегда спрашивал мама не даст собрать деньги есть сколько скину никогда она не просит игру карточку чё там где там она я вам скажу что оттуда умудрялась платить за за вот эту кварплату и за мою карплату раньше чем я за свою же настолько у мамы до сих пор вот ну пытается я объясняю я взрослый мне уже не нужно я сам справлюсь ну что если у меня выключить свет пойду оплачу настолько если даже забуду но это я буду вино тоже ник никого не буду в этом винить я но при этом всегда спрашивать если деньги что там происходит когда я узнал что она она уже приехал сказала мне что она вот так вот работал что ноги ну почему то не сказала но я же у тебя спрашивал но но такой человек ну я хочу вот сейчас являя на камеру и вам я хочу с этим бороться я хочу чтобы ты знал что есть сын который способный сейчас который зарабатывается блогеры сейчас зарабатывать больше всех мне кажется мне больше заглядным уже нашим стал что он пять миллионов деньги зарабатывать я очень заботливая мама наверное все мамы такие но я слишком овербор и всегда хорошо может но был такой момент где мне пришлось переступить даже свои принципы это время карантина когда все все закрылась не реклам не было рекламу все закрылась не наши бизнесы общепиты ничего нет ни цветочка на тот момент который у меня было вообще ничего живешь на то что нажил условно на на свои накопления и в месяц два три ты понимаешь что ты еду покупаешь корплату оплачиваешь еще какие-то заканчиваешь и снимаешь контент и тратишь на реквизиты наш ну ты ты продолжаешь снимать контент потому что это твоя работа тебе нужен рост подписчиков это твоя валюта самое главное самый главный эквивалент и уходят деньги но не приходит и тут мне мама звонит уже конкретно у него такая же ситуация она говорит мы сейчас должны вернуться какая разница сидеть там заперти или у нас заперти мы должны вернуться как минимум потому что годовая аренда у нас заканчивается а там на год вперед ты платишь за газ за свет за тепло и так далее за всю аренду сейчас не рентабельно будет там всю эту сумму на год оплачивать по что мы все равно же уедем как-нибудь а уже стипендия не платила академический график закончился а я карантин идет самолеты не летают самолет в одну сторону стоит там чуть ли не полторы тысячи я помню сумму в общем благо есть валашак то как бы сейчас не прозвучал как реклама они они же они взяли билет ей но два младших брата и вот тогда единственный раз который сильно прям помог больше полутора миллиона тенге вышел билет на двух маленьких пацанов потому что это был перелет л.а. нью-йорк амстердам куда-то еще от рау и после этого только алмата 5 перелетов понимаете почему-то в аэропортах не было людей мама мы единственным ходили кушать не было воды не было прошло год весна карантин мы сидели стыковка между одним самолетом вторым это было 21 час это почти сутки я когда вылетала с лос-анджелес я взяла рюкзак еды вообще еду воду не разрешает но я подошла по-человечески сказала летят всего 30 человек в амстердаме я не уверен что будут еще какие-то клиенты или там пассажиры пожалуйста разрешите вот эти продукты у меня два маленьких сына если они не попросят кушать или воды я не могу им сказать у меня нет у меня рюкзаке были были разрезано пицца сэндвичи яблоко нарезанная морковка чистая но я все как бы вот боксы и положила в поход собрать звуки но это все не разрешает 3 дня до возвращать там еще ничего не работает ничего ни один в амстердаме как могила никого нет все за решучи вообще ничего человек мы сидим и все голодные я всех этих студентов кто с нидерландов кто с голландии кто с амстердама подъехал кто с нью-йорка подлетел я говорю подходите поделим одну пиццу вот настолько только у я была как мать тереза я поделилась с водой с этим но это было действительно такой момент трудный когда мы должны должны были объединяться дал не вот так вот каждая сам по себе но вот мне вот американцы разрешили взять еду сделали то что новый мир но вот у меня сейчас удивляется получается четыре года в америке четыре года там два года в лос-анджелесе два года в сан-диего вы не только учились по булашаку и вам нужно еще пять лет отрабатывать да еще в залоге была квартира помимо этого вам приходилось подрабатывать для того чтобы обеспечивать себя и своих детей плюс я еще снимала за свой счет детей сироты из казахстана которых давно 20 лет назад усыновили брусили родители мне в директ писали их родители бабушку почему не рассказывали вот артур почему мама не рассказывала что это не надо что ли мы нет да о том что не хватает денег потому что я считаю что артуру тоже трудно в тот момент я его понимаю что он тоже зарабатывает и если я ему буду свои проблемы еще рассказывал он реально ему будет сложно для меня он все равно в любой возраст он будет сыном было сложно в тот момент и кашу в шоколаде ничего сложного в плане этого нет но мама есть доля правды в словах мамы потому что чересчур зависим созависимым быть нельзя и я понимаю что я в какой-то период думал что я все еще должен делать для мамы сейчас приедет и все сделаю и благо рядом человек который мне говорит ты таким образом сделаешь отношения мамы сыном наоборот ты станешь а сейчас условно это это может быть когда позже когда уже мама будет бабушкой конечно но сейчас мама в колье молодая в расцвете сил только приехал с новыми знаниями с новым видением я это мне я к этому пришел и такой ну да почему я должен сейчас все делал мама мама купила за две недели квартиру есть там вот это вот это не зарабатывая ни копейки я купил эту квартиру это надо уметь паркинг я взяла у своей подруги там определенную сумму еще одной девочки что-то по мелочи продала но за очень дорого на тот момент он был просто актуален недостающую сумму я набрала у своих подруг и вот я последнюю сумму загасила вот когда после приезда я еще там в америке накопила деньги приехал и долго как вы приняли решение в таком достаточно зрелом возрасте имея карьеру профессию вдруг взять сыновей и уехать по булашаку в америку почему приняли такое решение да это то что стало таким толчком я вообще поступила булашак еще 15 лет назад когда еще олен не родился я тогда не знала что я беременна я поступила айлс был очень низкий 3 балла это вот когда буржамбайбек поступал вот тебя раз был 3 балла 3 балла вернуть бы те времена это вот 15 16 лет назад я сдала документы я поступила и через два месяца в октябре и узнаю в положении для меня это было очень важно потому что артуру уже было десять лет он каждый год просил мама на ради хоть кого-нибудь вначале просил братика потом сестру бы потом хоть кого-нибудь уже он хотел кого-то и когда я узнала что я беременна для меня это было важнее чем учиться за границей а сразу подумала здоровье ребенка я приняла решение забрать документы когда я забирала я помню там председатели кто-то там в комиссии год вот ты глупая вот и люди не могут поступить а ты документы забираешь но для меня это времена когда буржамбайбек поступил да он где-то 18 лет назад это я вот где-то 16 лет назад но айлс был самый низкий три балла и я когда родила ребенка он не мертвый родился я его откачивала но смысле не я реанимации там он 50 минут не дышал я даже не знала я родила живого он выживет не выживет после этого когда он у его реанимации все-таки откачала я даже не помню я в состоянии аффекта спасала его я была вся в крови сама данную после родовой вы сами знаете я в этом в этой сорочке пара дому я передала на те до в институте матерь ребенка он родился мертвый и врачи ничего не не делают я их просто не дышал да он не дышащий родился я просто их била оказывать я делайте что-нибудь я помню что ему вот так вот давили грудную клетку в рот пока вот этот аппарат пришел его спасали на моих глазах и через 50 минут он смог еле вдох сделали такой вот жалостный вдох и его забрали в реанимацию у него были вот здесь вот капельницы вот здесь но спасали его как могли и у всех палатах были дети у меня не было ребенка потому что он был реанимации тогда конечно это было самый такой трудный период и год чем-то я ходила по больницам потому что после реанимации когда мы вышли нам прописали что мы каждый месяц или каждой неделе должны чек рентген головного мозга вот это все через год я решила нет я не хочу сейчас мы его просто в растении превратим я отказываюсь от всех рентгенов узи я своей любовью я его сделаю здоровым у меня будет все хорошо и я как бы я думаю я правильно выбор сделала пока я вот так носилась ходила узнала что я на третьего беременна да потому что не до этого было я уже думала ну как как вот с этим быть вроде девочка а я же очень мечтала у тебя же девочкой себя же белой завистью и мне сказали вроде девочка по расчетам девочки курнет оставляем девочку он реально хозяйственно реально хозяйственный да и давайте вернемся получается булашак был мечтой неосуществленной тогда тогда я вы уже было спустя за времени прошло касса 10 лет вот ему было 10 лет уже я вспомнил аж когда-то булашак поступала наверное я я же в кому попадалась когда родила арсена я была девять часов в коме и когда я меня вернули я подумала наверное для чего-то я вернулась в эту жизнь наверное что-то какая-то миссия ну что-то такое вот я для себя делала какой-то вывод и пока вот так оглянулась прошло еще десять лет и я такая два нет надо уже сдавать я подумал это было сложнее уже там уж было пять с половиной на это уже тоже нормально но знаете я подумала когда узнала чтобы мира дайрабаева уехала по булашаку что если бы я динара саджан уехала по булашаку например да я бы столько вот меня бы просто так облили бы хейтом весь facebook весь instagram да как она может на государственные деньги уезжать за границу учиться она уже там такая обеспеченная и прочее то есть меня мы точно облили вот вы не боялись но потому что я знаю нашу аудиторию аудитория думает что булашак это для одаренных и мало обеспеченных то есть что это нужно давать возможность а вот у вас слона там есть деньги вы должны были там ехать на за высшим образованием на свои деньги я поступала на госуправление там она не может быть для я поступала намеренно осознанно туда на госуправление это государственная политика и управление факультет где в основном учатся взрослые у меня сокурсники все министры иностранных дел вице-премьер-министр кореи вице-министр минфина индонезии у меня все министры мои сокурсники они за багажом имеют подбить они ехали же не по булашаку наверное было ну как они оплачивали сами да они обладали сети в пола шаг просто я к тому что очень много людей ездят по полу но огромное количество просто этих людей как бы не знают а тут когда узнаваемое лицо конечно ну вот я думаю что даже у зрителей скорее всего я уверена там будут писать под постами что вот а чужина не на свои то деньги поехала да потому что я считаю что я тоже одаренная в творческой линии на тот момент я подумала что в творчестве я достигла определенных успехов что следующее же не буду в 50 или 60 лет скакать на сцене с микрофоном причем мой мой первый диплом это история международных отношений я никогда не заканчивала журналистику как ты но журналистика нашла меня поэтому я в этой сфере отработала 30 лет честно а то что мой первый диплом он оправданно подходит к госуправлению это рлейта да они друг другом очень взаимосвязаны поэтому я имела полное право туда поступить причем американцам дарабр это балашак или не балашак они первую очередь смотрят на твой background их очень интересует твой опыт как ты вообще справлялся чем-то занимался и как ты показываешь себя на интервью мне казалось артур что вы вот за последние 3-4 года вообще там просто стали олигархом в своей сфере потому что цветочный бизнес до стойка вайнах юфрейм был на пике мне кажется у вас там одна из самых дорогих реклам была всегда слушайте вообще если говорить о блогерстве рекламные рекламные бизнесы получились брать блогера они зачастую немного зарабатываются не супер то блогер потому что есть рекламные сезоны до в декабре я могу заработать если в денежном коммерции вы хотите услышать если вы будете в тизер это оставлять до 10 миллионов можно заработать да там отсняв определенное количество роликов сторисов и так далее но в июне будет ноль и если брать за год то это в среднее количество это не такой большой заработок соответственно поэтому сейчас многие блогеры но мы вот основатели мне кажется этого кто первый кафе свой открыт нам бургер ну и вот это все пошло с нашими друзьями совместно это подкрепляется одно другому не мешает и запускаешь бизнес за который тебе не стыдно муж кому-то стыдно они его закрывают как это было в нашем случае с юфрем кафе потом юфрем бургер не пошло но в итоге дошли до проекта саламбро который сейчас народный более 100 точек с точек по всему саламбро вы тоже имеете отношение да мы были у истоков есть некое бренд амбассадорство есть свой процент и как инвесторы помимо этого мы там выступаем какой процент у вас обычно вот вы какой процент свой просите когда заходите тут это и все индивидуально всегда всегда все индивидуально и именно поэтому ты вынужден быть в поисках постоянного кого-то дополнительного заработка потому что на блогерстве одном ты не прокормишь не свою семью до которую сейчас ну хочется выстраивать да и 25 лет не поможешь не маме не братишкам не папе и не будешь жить условно в одного да мне этого хватало вот достаточно но у нас всегда было кстати такое выражение классное мы я и наша компания мы работаем не мы зарабатываем для того чтобы работать они работаем для того чтобы зарабатывать то есть все то что мы употребляли мы дальше если мы снимали на телефон сначала то мы перешли камерам петличка то есть я от этого знаю на что вы сейчас снимаете там и с операторами которые за камерой мы там сразу волну поймали хочу осень хайзера чем ну то есть мы в этом всем крутились разбираемся примерно тоже на поверхности наверно уровне непрофессионально но всегда вкладывали больше чтобы и зарабатывать больше не работать больше это все вот циклично и цветочный бизнес допустим это была моя инициатива на тот момент я встречался я был влюблен и я думал таких дорогов миллион а ну так есть на самом деле цветы дарить каждый день это хороший посыл благой ты делаешь счастье без никакой-либо идеи забрал у мамы я поддержала не забрал как бы говорю мам я ничего не знаю нужно выгонять из твоего бизнеса арендаторов я там буду делать цветочку она меня поддержала говорит все хорошо сказала им было не очень неудобно потому что на протяжении нескольких лет 4 года 4 года сидели и я договорился с нашим другом который был и был и есть инвестором и главным гендиректором кекса асхат с ним мы и делали и бургерную и кафе и саламбро и все остальные проекты блогеров в основном делаются с ним и вот я ему предлагаю давай цветочку интересный бизнес он говорит давай у меня есть знакомых у которой примерно есть у семи цветочков он знает наверное операционку будем делать втроем втроем запартнерились не пошло без какой-либо идеи по что туда пришли и поняли на момент уже тогда что нужно делать если ты делаешь цветочный бизнес должен готов к тому что несколько лет тебе нужно на раскачку ты не будешь зарабатывать только в минус потом только на ноль выйдешь через три-четыре года и потом только ты будешь зарабатывать когда у тебя будет имя и там нужны большие вложения и это такой бизнес ты купишь такое количество цветов она может не продаться а может продаться ну венчурный условный бизнес но вы вышли из этого бизнеса в итоге получилось так что ребята как мои партнеры вышли за это хотели закрыться я не такой человек который сразу сдается я говорю нет я это мое имя цветок короля артура должно быть начали искать пути и продали этот бизнес на тот момент ну и сейчас моей хорошей знакомой уже будущему директору цветочного холдинга заказ букетов мы это первый рекламодатель юфрейма мы делали ей рекламу и перестали делать как раз таки тогда когда я ребятам еще в юфрейм пришел говорю мы не будем сейчас рекламирую заказов букета просто я открываю цветочку ребята тоже поддержку со всех сторон поддержка идет а у меня не поперло я вот это у меня ответственность и мы пришел пришли туда продали ей в общем меня с проектом полностью операционку все на них с меня только маркетинг у меня была фикса был процент и это шло 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 до периода карантина потом они переехали от цветы нужны всем до казалось бы у меня была фикса был процент мы сидели в нашем помещении это был их плюс они переехали уже не платили аренду но платили деньги мне при этом получаем мое имя мое лицо мою рекламу мой контент затем переехали в большое крутое помещение это приехала и условно стал вопрос о надобности то есть уже условно они они видят цифры не сильно приходят ну то есть бренд уже поставлены и ему не нужен я соответственно тут на горизонте еще и саламбро и мне вообще я писал перед выбором ну то есть я рекламирую то 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 я не хочу все подряд рекламировать в одном интервью вы же сказали что у вас на кровати четыре наклейки четыре проекта те проекты когда у меня были у меня у меня наклеечки составил чтобы каждый день думать что я должен сделать не сложно тогда было четыре проекта юфрейм мой футбольный проект надо мяч цветочка и кажется юфрейм бургеры точно не помню то есть и для этих проектов я каждый раз думал что делать но четыре проекта несложно но это все равно распыление ну я не знаю может вы десяти борется сегодня всем подряд занимаетесь но если хочешь чем-то заниматься одним хорошо ты должен одним хорошо заниматься сейчас конкретно я к выходу наверное интервью же я это объявлю я как амбассатор вышел с проекта саламбро и сейчас как раз таки я в поисках чего-то нового сейчас все свое свободное время его сейчас будет у меня много я посвящу на развитие своей личной страничке потому что я ее забросил силу то что была когда-то депрессия из-за спорта из-за травмы из-за всего из-за что уезжают из-за что не было любви ну все то есть мне кажется кризис тридцати лет я к этому вчера пришел мы разговаривать с девушкой мы пришли к тому кажется что кризис тридцати лет я вот сейчас прошу уже пережил или может сейчас переживать примерно так мне кажется так и происходит у людей которые рано взрослеют и то есть теряются мысли так много потом поточной информации в общем до четыре проекта но тебе нужно каждому уделять время снимать это примерно одно и то же и пришлось так я тогда уже пришел к тому что я хочу быть в проектах где я нужен и где я кайфую на тот момент я уже не кайфовал цветочки это август прошлого месяца я не кайфовал футбольного проекта только вот в прошлом году я не при я не хотел привязываться к деньгам да я зарабатывал там деньги но я не кайфовал от этого я не хотел не не хотел быть там на птичьих правах я сказал я ухожу извините ну то есть вот по итогу все хорошо стало не сделали ребрендинг мы друг друга поняли мне нужно было сделать акценты не так что я прихожу я сказал я хочу зарабатывать больше и делать больше если дадите возможность буду там не получилось там все выстроено уже поэтому я делал акцент на самом бро мы с ребятами сделали проделали большую работу она проделывается но к сожалению сейчас вышел по личным причинам так получилось но это получилось очень органично здорово никто не ни на кого не в обиде не было никакого конфликта это получилось органично сейчас я буду уделять время себе также было с футбольным проектом ребятам сказать хотя я это мой ребенок, я туда свои деньги тратил, чтобы ребятам платить зарплату за сценарий, за съемку, вы сами все знаете, и когда пошли первые деньги, я делил, хотя я большую работу делал, делил это на всех поровну, потому что это мы пацаны, мы друзья, я хотел, чтобы все было по-честному, и, наверное, года два назад я перегорел к этому проекту, полтора, наверное, перегорел к проекту, и уже ребята взяли его на себя, я там как актер, наверное, снимался, и точно такое же отношение ко мне, я уже даже не снимался, а ребята мне продолжают платить, вот я вышел с этих двух проектов, от которых условно... Ну вот я недавно читала ваш пост, когда у вас был день рождения, 25-летие, с прошедшим день рождения, и вы написали... Спасибо, заболел на коронавирус самое лучшее день рождения, забрел коронавирусом на день рождения. Ну это нормально, все сейчас болеют коронавирусом, самое главное, вы живы-здоровы, я прочитала ваш пост, и где вы описали, да, чем вы занимались, и вот в конце такое резюме, что самое главное, что вы обрели к своему, к своему 25-летию, это любовь. Да. В Америке тоже бывает красный диплом? Это вот я с отличием закончу. Вау, друзья мои, смотрите, как называется? University of Southern California, о май гад, жестово, слушайте, как круто, но я мечтаю, чтобы меня сын учился, либо в Америке, либо в Англии, ну вот вы, я знаю, что вы учились еще и во Франции, да, то есть все-таки Европа или Америка? Ну, вот Ален сейчас выбирает Европу, потому что он уже отучился в Америке, ну просто он уже все знает в Америке, уже хочет где-то учиться в Лондоне, там, Оксфорд или еще что-нибудь там, ну, Голландии. А вот Америка что дает? А это что дает? Америка, это у меня за мою докторантуру, моя докторская работа, дипломная докторская работа, это самое лучшее, это только дается одному человеку из группы. А у вас какая была тема? У меня была тема в Лос-Анджелесе, самая бедная школа, где в основном были мексиканцы, у них не был продуман паркинговая зона и были какие-то случаи с авариями, с травмами. Если вы должны были решить этот вопрос? Да, я решила, да, я приняла. А вот этот диплом, ну вот вы же должны теперь его отработать на родине? Да, пять лет. Я получила уже... На госслужбе вы должны отработать? На госслужбе, да. Где будете работать? Я уже начала работать на старой своей работе, потому что я уже уходила с телевидения буквально в четверг и пятницу, я была два дня, но пока я жду от руководства, но я готова, полна сил, знания, энергии. Я специально поехала учиться, получить то, что мне не хватало. Слушайте, ну вы учились на госуправлении. По идее, я так думаю, что ваш опыт, который вы получили, он, наверное, больше пригодится там акиматам, да, то есть местной исполнительной власти, да, но больше не телек, наверное. Да, наверное, скорее всего, да, но по приказу я должна в любом случае выйти на свою прежнюю работу. Я сейчас подожду от руководства, какие они мне предложат позиции или там работу какую-то. Все-таки я люблю телевидение, и если даже от телевидения я направлюсь какие-то другие культуры или вопросы, которые курируют, социальные вопросы или телекоммуникационные вопросы, тоже я готова работать. Мне кажется, вот с таким дипломом вам нужно идти там к Акиму, да, или в Министерство культуры и говорить, вот у меня есть диплом, я готова служить там Родине, да, я готова. Я реально готова, я реально, я знаю многие вопросы. Аким вам в каком-нибудь ауле готовы? Почему нет? Отношения? Да. Серьезные отношения? Потому что каждый раз мы все ждем, да, когда же Артур женится. Да, не надо какие-то статьи там выходить. Самые завидные женихи Казахстана. Там где-то я, да, такой что. То есть это реально настоящая любовь сейчас? Да. Но мы не будем об этом говорить. Давайте поменяем тему. Счастье любит тишину. В общем, этот эксклюзив будет у меня на странице, когда-нибудь мы к этому придем. Да, это у него будет на странице, да. Ну, в общем, да, да. Вы скрывайте. А вот мы думали Инди, Едельбаева сначала. Ни с кем из тех девочек, с кем я снимался. Не-не-не. А что так? Не-не-не. Мадлен боится меня. Пошла Диман. Она такая коварная смотрится у себя в Инстаграме, но она боится меня. Реально. Мадлен очень хорошие друзья. И со всеми ребятами. Она хорошая девочка, да? Одина. Ни с кем. Мы не можем сейчас озвучить имя. Нет-нет, я не прошу озвучить имя. Мама не имена я придумываю. Одина Тупашева, которая говорит про имя. Да, да. А вот Одина или Айм все-таки? Ну это, блин, как мама и папа бы сейчас говорить условно. Выбор сложный. То есть с Одиной мы все это начинали, особенные отношения. А Айм принесла новый вдох в компанию, отыгрыш профессиональной актрисы. И я понимаю, что мы стоя и стоя где-то смотрелись красиво, за счет того, что играли любовь постоянно. И подловили эту тему хайпа, грубо говоря. Но ни с кем из них, четверых кого назвали Индия, Одина, Мадлен и Айм, ни с кем из них мы не стояли в романтических отношениях. Как вам это удалось? Только дружба. Это была мединая такая история. Ну потому что… Это находиться вот так 24 на 7 рядом и… Мединая история, да. И нигде химия, так сказать, не произошла. Потому что дружба для меня где-то тогда была важнее. Ну и просто… Ну и потом мы дружили же с мамой, а с Донагуль тоже жил. Ну то есть там, кстати, предрасположение было жесткое. Только на момент они нас чуть ли реально не женили уже. Да. Донагуль хотела. Идеально подходили. Да, Донагуль хотела. И она говорит, на, так это полтарта или трик. А мы ржем. Они где-то сидят на съемках, мы ржем, мы же братаны, мы кем ты с ним. Она тоже по сути своей пацанка, такая же и Мадлен. С Инди мы не так близки, но люди сами начинают. И мы ловим на самом деле войну. Войну, говорю. Волну. Я как Талибан начал говорить. Да. Мне интересно, Артур, мамина медийность как-то помогла все-таки? Нет, нет. Он сам. Он сам. Люди до сих пор удивляются. Но мне кажется, что все-таки влияние, то что ты вырос вот так вот в окружении камер, сцена, телевидение. Это повлияло единственным. Мне кажется, что какое-то влияние все равно есть. Ему. Лично ему быть без комплексов перед камерой, перед тем, потому что он всегда это видел, потому что это была моя часть. Но мне кажется, что вообще он же видит, мама такая медийная. А я была всегда против. Хотелось? Я никогда не хотел такого. Это получилось очень органично. Мы просто делали то, что нам нравится. Мы никогда не думали, что это может быть популярным. Мы просто делали реально то, что нам нравится. И так получилось. А если про влияние вы спрашиваете, как вот мамина медийность и ее сфера деятельности помогла, когда все начиналось и когда я непонятно где пропадаю, я говорю, мам, я на съемке, мы снимать видео. Она, что за съемки, что за видео, не понимает? Инстаграма тогда у мамы не было. Это 14-15 год. У меня не было, да. Я поздно. Что за съемки на телефон? Я ругала. Учиться надо тебе. Зачем тебе это надо? То есть это первый курс, да. И ты не покажешь, потому что он тоже возраст, это непонятные приколы. И потом, ну и мама при этом ничего не говорила. Хорошо, пусть это, ну, я не знаю, может она думала, что я снаркоманился там где-то потихонечку. Но мне кажется, такого не было. Нет, нет, никогда. Да, у нас доверительное отношение, она всегда верит, потому что я не вру. А что мама говорила, чтобы не снаркоманился? Это же тоже такой вопрос, очень щепетильный для Алматы. Ну, я не знаю. Я была сама хорошим примером, это всегда важно. Давайте не наркотики, давайте, ну, это же одна сфера, давайте сигареты. Да, сигареты. Потому что папа у нас всю жизнь курит сигареты, меня никогда не тянул, я до сих пор не пробовал сигарету. Да, я там балуюсь какими-то электронными, кальянными сигаретами, ну, вот этими всякими штучками, но сигарету я никогда не пробовал. Он был в спорте, он всегда плаванием, профессионально занимался. У меня не был спор, алкоголь я выпиваю, не так, что я каждую пятницу, такой был период в студенчестве, но он тоже должен был пройти, чтобы сейчас, будучи я в отношениях, я не говорил, я не нагулялся. Я нагулялся уже давно, мне это давно не нужно, у меня другие приоритеты, более ответственные, взрослые, с другим мировоззрением. И да, я выпиваю, такой у меня есть грешок небольшой за мной. Но это не сильный грешок, ну, в плане для меня у меня своя правда, конечно, сейчас могут сидеть, да, религиозные люди и говорить о харам, но это мое мировоззрение, я не влезаю в них, я прошу того же к себе. У меня есть свои принципы, я верю в Бога, при этом верю в, ну, я мусульманин, я верю по-своему. Вот мама говорит, да, шельпейки, да, печати. Это обязательно, да, даже в Америке. У меня своя просто мировоззрение, принципы, не обмани, не предай, и я верю, да, в высшие силы, я не атеист. Но в Юфремии, вот мне казалось, я наблюдала за вами, Арман такой лидер, да, и вы не раз об этом тоже говорили в интервью, но вот каскадером, каким-то генератором идей, у меня такое ощущение, что был все-таки Артур. Да, и если так говорить, я был фронтмен, я играл, Арман в какой-то период уже потерял интерес к игре, он меньше появлялся, он больше… Продюсер, да? Да, на бейке он больше стоял, он снимал, режиссировал, мы вместе придумывали, но так как Арман лидер, последнее слово было за ним, и я полностью ему доверял, его видению, вместе мы разгоняли. То, что нравилось мне, возможно, не нравилось уже ему, потому что у нас с каждым годом аппетиты росли, ну, мы становились уже личностями закрепленными. И, собственно, из этого Юфрейм, в принципе, и закрылся, что каждый хочет делать то, что ему нравится, и это уже в общем формате не работает. И на тот момент у меня скопилось столько идей, что как только мы закрыли Юфрейм, я без остановки каждый день просто снимал, снимал, снимал то, что мне нравится, и кайфовал от того, что нахожу людей, и отклик от этого есть, и ребята говорят, и в какой-то период даже ко мне люди подходили из моего окружения и говорили, сейчас, знаешь, общаюсь, и говорят, типа, сейчас Артур капец смешной, ну, прям Артур топ в инстаграме. Такой момент был, хотя такого никогда не было. Для нас с Арманом всегда номер один была страница Юфрейма, все силы туда давали, нам было плевать на наши личные страницы. Когда как Карина, как мудрая, как хитрая женщина делала акцент на себя и снималась у нас просто как актриса, она не сильно принимала участие в создании идей. Да, я был организатором, я был линейным продюсером Юфрейма, я первоначально находил все эти реквизиты, договаривался с актерами, все вот эти вещи делал я, всю грязную вот эту работу. Все мои шляпы там ходили. Да, мы реквизиты постоянно. Мамины шубы, там все было. Да, ну и ребят, мы тоже брали, до сих пор один мамы халат у нас лежит в реквизитке, и мы до сих пор на него что-то снимаем, куда нужно, и она говорит, это же моя мама халат. В общем, до сих пор. Мои халаты в Ефремовских видео, везде мои халаты. И вся эта ответственность была на мне, конечно, потом, когда мы выстраивали команду, мы зазнакомились и обзавелись такими профессионалами, и сейчас просто хочется назвать их именами, это Балнур, Диана, Анель и вся команда Twenty One к чему пришла. У нас продакшн был самый крутой. Мы за один раз за 21 день сняли 65 видео, кажется, рекламного характера, коммерческий. И просто мы тогда сделали сериальный подход к снятию вайнов. Мы уже тогда уставали от того, что мы каждый день собираемся, придумываем одну идею, снимаем, уходим. Это каждый день, каждый день. Мы знаем, что мы можем больше. Взяли сериальную систему по локациям. Мы написали 30 идей на месяц, разбили их по локациям, что где как снимать по одежде. Вот эту всю полностью сериальную систему взяли. Отсняли все за 6-7 дней с разными операторами. И контролировали монтаж пару недель, наверное, может чуть больше. У нас все идеи были на руках, все видео уже. И мы потихоньку выкладывали. Карина у нас, кстати, писала текста всегда. Она, как копирайтер, классно это делала. Поэтому у нее, в принципе, всегда и своя страница скачала, потому что она выражала свое мнение. Она пишет текст, мы выкладываем видео, и уже мы свободны были. Но мы за тот 21 день, что это все происходило, в конце мы, я, Арман, мы слегли, короче. Мы в больнице лежали под капельницами, спали. Это тяжело, тяжело. Это очень тяжело. Когда весь процесс на тебе, то есть ты не можешь отдать оператору полностью. Ты сидишь и давай вот здесь вот так, давай вот здесь вот так. И ты перемонтируешь, думаешь какую музыку тут оставить. Но, увы, зато загруженность была. Вы себя создали. Вы создали, это же без такого работы. Динара, вы были больше зрителем, я была рядом. Я видела, как эти молодые пацаны, они такие работяги. Он был для меня совсем молодой человек. У него были всегда записные книжки. У него там, он всегда говорит, мама, меня не будет 5 часов. Что ты будешь делать? Надо тебе поесть. Он говорит, сегодня я расписываю все идеи и сценарии. У него один день был на сценарии, на идеи. Он организованно, они подходили к съемкам. Я это все видела. И, конечно же, в любом его начинание поддерживала. Потому что телевидение, это либо ты его любишь, ну, как бы вот это снимать, да, делать. Если его любишь, ты полностью отдаешь. Если когда ты полностью отдаешь, это уже несколько важны финансы, да, уже больше результата, что ты от него сам кайфуешь. Вот это у них было. Они трудяги, я сама трудяга. А почему? И у них я вижу это трудоголикство, да, вот, не знаю, трудолюбие в 20-летних ребятах, которые трудились 24 на 7. И практически он не высыпался. У него до сих пор такой же режим, он иногда спит по 4-5 часа. Но сейчас уже не такой режим, да, наверное? Буквально неделю восстановил такой же режим, потому что, откровенно говоря, до прошлой недели я деградировал. Ничего не снимал, забросил страницу, обманывал себя внутри тем, что я там иногда что-то делаю. Я неделю включаюсь, а потом неделю сейчас хочу это закрепить, себя в состоянии. Не встречаюсь, не расту, не интеллектуально, не, ну, то есть сейчас вот прихожу к тому, что полностью хочу уйти в саморазвитие. Вот, но я это могу оправдать, но не люблю оправдываться, в принципе, тем, что я, допустим, зато наладил сторону, сердечную, да, составляющую. Там я, по крайней мере, сейчас, когда у меня была работа, когда друзья, все, семья, все рядом, ну, откровенно говоря, по ночам я грустил, потому что мне этого не хватало. Я хочу, чтобы сейчас был баланс, чтобы всего мне внутри хватало, чтобы я такой был целый пирог, а у меня там вот одной части не хватало, а я хочу быть вот таким пирогом. Поэтому сейчас иду к этому, много с кем встречаюсь, общаюсь, снимаю, задумываюсь о контенте, новые форматы придумал, в общем, сейчас на стадии всего этого. А с кем вы сейчас конкурируете, вот, Арчибалл, с кем конкурируете? Да со всеми, это, я, во-первых, со всеми друг, нет такого, что я с кем-то, вот, из блогеров, мы в плохих отношениях, мы со всеми здороваемся, даже, вот, вы можете спросить, гиверы, я с ними не знаком, но я уверен, если мы увидимся, друг на друга посмотрим, я поздороваюсь, мы посмеемся, я просто ему скажу то, что я вообще не, просто сам не хочу это делать. Он говорит, ты же творческий, занимайся больше творчеством, подкрепляй это этим, ты же можешь больше, больше как с мотивацией, потому что такое ощущение, что они уже, ну, это отдельная тема, извиняюсь, что они живут только этим. Почему-то так вот выстраиваются мнения, но вы с ним взяли у него интервью, наверное, это не так. Но они говорят, что они, наоборот, создают очень много контента, а вы не создаете, и поэтому у вас такие претензии. Я согласен к тому, что я, да, сейчас вообще… То есть они сейчас в топе, там, казахоязычные блогеры, Садридин, там… А это круто, мне нравится то, что… Потому что они очень много наборов. Молодцы, всегда рады, да. Да, да, я не исключаю, тут даже один гиф сделать, это большая работа, я просто к тому, чтобы это было ровно столько же, сколько контента, лучше же контента, чтобы больше, и самое главное, чтобы посыл был грамотный. И есть такой фактор, я не… Я знаком с Нурбовом, с Биг Бот Аед. Я за то, чтобы люди разговаривали на русском, если они казахоязычные, если им даже неудобно, и чтобы их люди за это не осуждали. Я за то, чтобы это было и в обратную сторону. То есть я на казахском говорю немного с акцентом, в силу того, что я всю жизнь на русском садике, в школе. Мама… А мама знает, при этом, пять языков и идеальный казахский, литературный казахский. Ну, так вот я получился такой ослеплен сейчас. При этом отснявшись полностью на казахском фильме «Идус Мукасам» в главной роли. И где-то, да, конечно, могу, но я за то, чтобы никто никого не осуждал. И многие, я знаю просто людей, которые смеются над ними, в плане русскоязычных, что они толком на русском не умеют разговаривать. Вот в этом плане я не поддерживаю. Ну, где-то со стороны может что-то смешно прозвучать, но это не минусы. Наоборот, молодцы то, что говорят, то, что туда смотрят, на Россию, они сейчас начинают ездить. Я видел там какие-то видео. Кстати, сейчас те летят в Москву. Ну, мы какой-то тренд открыли. Мы вот в восемнадцатом или девятнадцатом году мы ездили в Ахтово туда раза три. И так мы хотели там закрепиться и остаться уже там. Но вас узнают в России? У нас на Юфрейме было 40% аудитории из трех с половиной миллионов подписчиков в России. То есть, если вы летите в Москву, вас узнают? Нас там узнавали. Нас узнавали не только казаки. В Лондоне даже узнавали. В Лондоне есть история. Я работал телесуфлером у мамы на передаче. Я держал ей текст. Мы поехали в Лондон. Она брала там интервью у казахов. Которые в Гугле работают. Да, в Гугле работают. Я брала у нашинских, которые живут там давно, в общем. И вот мы за Лондоном два часа в какой-то деревушке. Она берет у кого-то писателя. Я не помню, кто это был. Интервью. И его жена выходит так с блюдом. И на меня смотрит. Ты же Юфрейм. Она русская. У нас тогда, наверное, даже 100 тысяч подписчиков не было. То есть, я тогда понял, насколько интернет сейчас просто. Она русская. Она чуть не уронила еду. Она русская. Замужем за узбека. Конечно, я не помню. За татарина. За татарина. Которые живут в Лондоне. Он с Казахстана. Она с России. И вот они вот так, сидя в Лондоне, видят нас, казахов. И он говорит, ты же снимаешь ролики. Я же на тебя подписан. Я в шоке. У меня у самого тогда там 7, максимум 10 тысяч подписчиков. У Юфрейма там почти 100. И вот такая ситуация. Тогда я понял, насколько сильный интернет. Куда нужно двигаться, стремиться. А на самом деле, в тот момент, на меня команда, по-моему, чуть-чуть зашкнила. Если так говорить. То, что я уезжаю, бросаю. Сейчас там на неделю где-то у нас там планы какие-то были. Я даже тогда помню, Арману сказал в переписке, что а это для меня не основное. Типа, я не вижу в этом перспектив. А после этого увидел и работал еще больше. Как раз ты перед Арманом не извинился, потому что сегодня триггерная точка. Это есть? Арма, если смотришь. Если я еду заграничные интервью делать, я всегда брала детей. Это моя часть, потому что я всегда хочу делиться этим, чтобы они видели, как я работаю. Какие-то выходные, уикенд проводить вместе. И вообще путешествие это открытие чего-то нового, чему-то учиться. Этим и происходит воспитание. Поэтому я никогда, если у меня был Париж, я брала детей. Если у меня Лондон, я брала детей. Кстати, где родился Артур? Вы же в одном помню. А что он родился в Алматы? Вы говорите во Франции. Короче, это интересная история. Я вообще не поняла. Как говорит Артур, история. Вся беременность прошла во Франции. Вся беременность. Я в животе до седьмого, кажется, месяца был во Франции. В Ницце. Мама с папой там жили. Папа в посольстве, да, работал? Да, папа работал в МИДе. Я там в животе. Мама, не делая УЗИ, знала. Там мальчик, она уже говорила, там Артур, там Артур. Все в шоке. Уже называют меня Артур. Вообще, они приезжают, рожают меня здесь. Я родился здесь. То есть, я не понимаю, как люди могут в это верить, если я там родился бы. У меня паспорт, наверное, там должен быть. Проблемы какие-то. Почему-то мама всем, когда гости. Артур родился во Франции. Вот школьный собор. Потому что вся беременность практически прошла там. Ну да, смотри. И я на консультацию не ходила, потому что это было 170 франков, это было очень дорого. Короче. Я назвала его. Ну и я хотела, чтобы он там родился. Но мы вернулись. Прямо перед годами. Нам подняли цены. Было очень, там то ли 9 или 10 тысяч долларов. Это было не посильно. Я сказала, нет. Это было даже не на седьмом. Почти на 8 с половиной месяцев мы возвращаемся. Я говорю, я лучше за 650 долларов билет куплю и бесплатно рожу в Казахстане. Это был как бы мой принцип. А вообще мы собирались рожать там уже. Мы смотрели клиники. Где, что, как. Это было как-то вот так вот. время. Я прихожу домой. Карине. Мы там снимаем какое-то видео. Там ее мама сидит. У нее мама какие-то гости. Она говорит, вот это Артур. Они вместе работают. Кстати, он родился во Франции. То есть ее обман, он распространился уже просто во всех краях. Это даже не обман. Это было мое желание. Частичная правда. Что он там родился. И вся беременность действительно. У меня там столько фотографий с животом. А сколько вы там прожили во Франции? Мы прожили сколько? Ну, долго. Прилично. Где-то 2 года, 7 месяцев. И вы там выучили французский? Да, да, да. Я работала. Сидя, да. Сначала сидя просто смотря телевизор. Я выучила самоучка. Я самоучка. Я выучила без репетитора французский. У меня было такое желание. Ну, кстати, вот Гульмира Тайроваева единственная телеведущая в Казахстане, которая знает 5 языков. Ну, я думаю, это не так. Это русский, казахский, французский, английский и... И sign language. Это язык глухонемых. А-а-а. Суда. Да. Ну, в общем, французский, да, тоже. Это невзрачная любовь к Франции. Оттуда пошла. То, что я там в животе был. И маме с папой всегда нравилась Франция. Папа учился во французской школе. На французском идеально разговаривать. Поехали туда, там работали. Мама понравилась. Ну, это, наверное, первая заграничная страна, в которой ты жила. Да, да, да. Я когда приехала... В какие годы? В 90-е? Это 95-й год. Я когда приехала работать... Я же на работу туда пошла. Жить на Лазурке в 95-м году. Я же еще первая казашка, которая работала на государственном канале, да. И я успевала там стажироваться. В Франции? Да, во Франции я работала на музыкальном хит-машин, так называется программа. И поэтому для меня вот этот переворот, наверное, видения, да, как вот телевидение должно вообще структурировать. Но все-таки больше мама или папа повлиял на становление личности вот Артура? Ну, мама. Конечно, мама, да. Папа, наверное, в плане дисциплины, где-то спортивная часть больше. А в плане любви к Франции, наверное, тоже, несмотря на то, что папа там во Франции, французский язык, все дела. Мама, потому что я отчетливо помню, мы лежим дома, это любовь к футболу и любовь к Франции так у меня появилась. Мы лежим, там футбол идет, и мама говорит, вот это сборная Франции, это Зинитин Зидан. Я вот запомнил, он лысый. Ему пять лет. И он крутой, пять-шесть лет, да, мне. Он классный, типа, Франция вообще классная страна. И даже когда мы первый раз за границу, в Тунис поехали, они меня заставляли говорить не thank you, а merci. Да, вот эти конфеты я специально привезла с Америки, это из Лос-Анджелеса. Спасибо, так приятно. Это вот визитная карточка Лос-Анджелес, как курмет. Вы знаете, что я не была в Лос-Анджелесе? Почему здесь казахские слова? Шучу. Круг базарного, потому что они на самом деле не в Лос-Анджелесе брали. Вы знаете, я получила огромное удовольствие, потому что я, вы знаете, каждое интервью, вот, кстати, хочу сказать молодым, давайте всегда интервью, потому что люди влюбляются в людей через интервью. Это вот вы можете даже вспомнить, вы смотрели на кого-то, и кто-то вам понравился, мыслит, да, поэтому всегда давайте интервью. А мне всегда было интересно, когда вырастает вот такой вот сын, как Артур, всегда интересно, как его воспитывала мама. И вот сегодня, я думаю, что мы многие поняли для себя, да, такой алгоритм действий, как правильно выстраивать взаимоотношения с сыном, чтобы он вырос самостоятельным и самодостаточным. Вы смотрели проект «Жесухпад», и сегодня у нас в гостях были Гульмира Дайробаева и Артур Асхарула. Увидимся через видео. Увидимся через видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова